Добрый день, дорогие друзья! Рада нашей встрече в прямом эфире телеканала «Союз». Меня зовут Надежда Калинина. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Это перефразированные слова Христа, взявшие меч мечом, погибнут, которые приписывают благоверному князю Александру Невскому после победы в Ледовом побоище. У историков нет единого мнения, говорил ли защитник Руси эту фразу, но в народной памяти она хранится именно в такой взаимосвязи, и в том числе, наверное, благодаря фильму Сергея Изенштейна «Александр Невский». Кстати, о фильме. Недавно я пересматривала его фрагменты, читала отзывы современников и с удивлением обнаружила, что кинокартина, получившая зрительскую любовь и признание, вызвала у специалистов немало критики. Конечно, в фильме показана далеко не вся жизнь, не все деяния Александра Невского, есть отступление от исторических фактов. Например, ни князь, ни его воины на экране ни разу не перекрестились, что для XIII века не характерно и для святого странно, но понятно для фильма, снятого в 1938 году. Но главное, что кинолента по-настоящему погружает нас в опасную и героическую эпоху средневековья. Музыка Сергея Прокофьева передает ощущение драматичности ледового побоища и предшествовавших ему событий, а актер Николай Черкасов достойно воплотил образ великого Витязя на экране. Александр Невский в его исполнении «Великий полководец», спасший Русь в тяжелые дни. Наверное, так и надо ярко и воодушевленно рассказывать о героях родной истории, особенно тем, кто только начал ее узнавать – детям. Для юных жителей Санкт-Петербурга подготовили рассказ о подвигах святого Александра Невского. Тему продолжит наш корреспондент Вероника Белькова из Санкт-Петербурга. Вероника, добрый день. Добрый день, Надежда. Расскажите, где вы сейчас находитесь? Мы сегодня находимся в историческом парке «Россия. Моя история». Здесь к началу школьных каникул была подготовлена обширная и интересная познавательная программа. В том числе стало возможным пройти квест на тему жизни и подвигов Александра Невского. Ну вот школьные каникулы уже закончились, а квест до сих пор в действии. О его деталях нам сегодня расскажет подробнее Валентина Кевролева. Здравствуйте. Здравствуйте. А расскажите, пожалуйста, на какой возраст рассчитан этот квест? Ну, мы предполагали, что это для младших школьников от шести до десяти лет. Ну, понятно, конечно, что могут быть зрители немного постарше, но сильно старше не рекомендуем. Все-таки будет не так интересно. В этом году мы отмечаем 800 лет со дня рождения Александра Невского. Что нового здесь могут узнать ваши посетители? Нового? Ну, не знаю, мне кажется, для большинства ребят практически вся информация станет новой, хотя, наверное, их может удивить количество храмов, посвященных Александру Невскому в России. Мы сейчас стоим недалеко от одной части экспозиции. Что здесь происходит, когда здесь дети? Да, мы находимся у такого вот интересного стола, на котором мы с ребятами разыгрываем ледовое побоище, да, то есть выставляя фигурки русского войска и, собственно, немецкого войска, мы можем представить, каким образом происходило это сражение. Ну, у вас вообще здесь все интересно построено, это в большей своей части интерактивная такая выставочная история. Расскажите, как реагируют дети? Ой, дети реагируют просто великолепно. Они с удовольствием включаются во все наши задания, с радостью их выполняют. Особенно вы правы, она интерактивная, можно все потрогать, да, каким-то обзором, повзаимодействовать с предметами. Это, конечно, прекрасно. Год 800-летия со дня рождения Александра Невского продолжается, и наверняка у вас еще есть какие-то идеи до конца года чем-то удивить на тему святого благоверного князя. Да, безусловно, у нас пройдет достаточно большое количество выставок и мероприятий, посвященных Александру Невскому. Вскоре у нас 13-го числа откроется выставка лаковые миниатюры, посвященные Александру Невскому. В сентябре мы планируем провести масштабное мероприятие, такой целый фестиваль, посвященный Александру Невскому. Он будет очень интерактивный, очень массовый, очень интересный. Надеюсь, что у нас все получится. Вернемся к этому квесту. Расскажите, как он проходит. Это команды какие-то, они борются за что-то или это... Ну, то есть вообще интересно, это развлекательная или познавательная программа? Вы знаете, это и познавательная, и развлекательная программа. Мы набираем группы до 8 человек в идеале, ну, может, иногда чуть больше, с которыми просто движемся по станциям и выполняем определенные задания. Мы узнаем, какого роста был Александр Невский, с каким оружием он умел обращаться, на каких суднах он плавал, где он учился грамоте и как это происходило. Даже учимся писать на глаголице, например. Затем мы узнаем о том, какие сражения были значимы в жизни Александра Невского, как он с ними справлялся, какие места посвящены Александру Невскому в Петербурге. Ну, вот буквально все, что можно было только узнать об Александре Невском, можно узнать на этом квесте. Спасибо вам большое за интервью. Я, например, тоже для себя кое-что новое узнала. Например, то, что Александр Невский в своем взрослом состоянии был не намного выше нас с вами. Это удивительно для такого значительного человека. С нами сегодня Валентина Кевролева, ведущий специалист экспозиционно-выставочного отдела парка «Россия. Моя история». Надежда. Спасибо, Вероника. В этом году на крестопоклонную седмицу пришелся светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Поклоняясь кресту, мы получаем утешение и подкрепление продолжать пост осмысленно, сосредоточенно, с должным напряжением сил. Взирая на крест Христов, вспоминаем добровольные страдания Сына Божия ради каждого из нас и прославляем начало нашего спасения, принятие Девы и Марии волей Божией о себе и о всем человечестве. Эти темы прозвучат в новом выпуске рубрики «Умудряйтесь». Послушаем отца Александра Валахани из норвежского города Транхейма. Субтитры создавал DimaTorzok Поставление креста в центре подвига христианина является закономерным и связует нас с тем, чем даровано нам спасение. Крест является главным символом нашей веры христианской. И не случайно, что Церковь, совершающая единым усилием этот подвиг духовного восхождения, полезствится в небеса, имея пред собою крест как путеводную звезду, как ту опору и основание, которое становится для нас древом жизни. Мы с вами, когда простираем взгляд ретроспективный в то прошлое, на заре истории мира, когда в раю человек отторгается от Бога вследствие своего выбора ошибочного, уводящего его во страну далече, в это отдаление от Создателя, И вот возвращение становится возможным, возвращение на небеса, не просто по некой привычной нашему взгляду, нашему миру лестнице, но именно крестом, которым земля и небо соединяются. И, конечно, не просто крестом, но тем, кто на кресте будет распят. Вот для нас, собственно, церковь обозначает в том числе ту цену, которая отдана самим Богом ради спасения человека. Мы, когда читаем символ веры, то должны каждое из положения его принимать для себя в полноте. И вот, читая о Христе, что нас ради человек и нашего ради спасения Господь сходит с небес и отдает себя на смерть крестную, то это должно быть воспринимано глубоко. Мы слышим и читаем в Священном Писании о многих образах, которые, по сути, прообразовали собою крест. Для нас то, что соединялось, будь это благословение, данное Патриархом Иаковом Ефремом Моносии, крестообразным сложением рук, будь это простертый жезл Моисея на Черное море Красное, когда тем самым он создает возможность спасения, исхода этим именно крестообразным положением. И когда для нас, вознесенный Моисеем в пустыне, змей медный на древо, ввысь поднятая, тоже прообразовало, что всякий взирающий на знамени сие, образ сей, обретал спасение и не был уязвлен, ужален ядовитыми змеями и тем самым выжил. Это те образы, которые нам дают приближение к пониманию того, что значит крест в жизни мира, в жизни церкви, в жизни христианина. Это то знамение, которое возносится как на вершины церквей, на купола, так и то знамение, которое мы носим на себе, в буквальном смысле, нося крест наперстный, нательный, и осеняя себя знаменем крестным, крестясь. И в как раз славянском именовании таинства рождения от воды и Духа Святаго, крещения, слово «крест» вписано в него как незыблемое и самое ключевое основание, как краеугольный камень. «Кто хочет за мной идти, говорит Господь, да отвержится себя, возьмет крест свой и следует за мной». Мы слышим в этом призыве, как их неоднократно, они звучат в евангельской истории от Бога и вообще в истории священной на протяжении веков, тот призыв, который для человека является воззванием к самому главному, собственно, к возвращению в рай, к восхождению на небеса, к жизни единой и благое с Богом. И вот так важно здесь для нас понять, что крест – это то принятие от нас всей жизни, которая построена на Божьей правде. Не случайно поэтому Господь говорит на горной проповеди «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, остальное приложится вам». Вот путь к осуществлению этой Божьей правды в этом мире, который еще возле лежит, как читаем в Священном Писании и как знаем мы на своем опыте. Вот путь туда, ввысь – это путь крестоношения. Христос говорит нам, что нужно взять свой крест. Сам Господь, Богочеловек, являет нам пример и возможность осуществления несения своего креста. И более того, скажет Господь, что претерпевший, то есть выдержавший, выстоявший, до конца будет спасен. У Христа, Богочеловека, было немало таких испытаний, искушений, которые могут касаться и каждого из нас на определенном этапе жизни. Вот в приближении к смерти за истину, за высшую правду, Господь, как мы читаем в саду Гефсиманском, в первосвященнической молитве своей, молится, Господи, да минует меня чаша сия, но далее добавляет, не моя воля, Отче, а Твоя, да будет. Вот для христианина важно понять, что взять свой крест и идти за Богом невозможно без самоотречения, без того подчинения или согласования воли нашей с волей Божественной, которая как раз была нарушена в раю в грехопадении Евой и Адамом, и которая восстанавливается. И это мы услышим особенно ясно при Святой Богородице, как ее именует Церковь, Второй Евой, которая ответит как раз, в отличие от Первой Евы, утверждавшей свою волю вопреки Божественной воле, то Ева Вторая, Дева Мария, Пресвятая Богородица, она ответит Архангелу Гавриилу на его призыв, «Се, раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». Вот это тот образ, который мы должны принять для себя за норму духовной жизни, когда следуем ко Христу, когда идем за Христом. Дорогие друзья, я благодарю вас за внимание. На этом у меня все. Увидимся в эфире телеканала «Союз». Союз. 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 Союз.